Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Вы знаете, из всех наставлений, которые, а их очень много в нашей недельной главе, одно из самых важных, это служите Господу своему в радости. Что это означает вообще? Ну, нашему турецилу говорят вообще ужасную вещь. Написано, что любое служение не в радости не принимается. Богу не нужно на наше постное выражение лица, вечные жалобы, какие-то там б-б-б-б-б из конца. Это не то, что он хотел, это то, что он сделал. Вообще, глубоко изучается вопрос в иудаизме. Если бы нас сказали, как вот сказать одним словом, написано, служение без радости не принимается. То есть, надо задуматься о том, что чтобы какие-то хорошие вещи к этому делали, все не принимается. Потому что Бог хочет, чтобы мы немножко вот этого, да, да, нет настроения, иди к зеркалу, вот так вот делай, улыбайся. Это описано нашими мудрецами. Знаете, у Чубча есть 70 выражений слова «снег», они много к этому относятся. У евреев очень много связанное вот с этим вопросом. Есть разница между огорчением, печалью, депрессией. Вообще, человек может быть растерян, разочарован, расстроен, несчастлив. Я знаю, что у него может быть. Но нет и не может быть истинной депрессии без одной важной клинической характеристики. Если есть чувство отчаяния, безнадежности, безысходности, вот это оно, вот это то ужасное, от чего надо бежать. Могут быть разные интенсивности, неприятности, отчаяния. Но всегда есть одна важная вещь. Если есть надежда, нет депрессии. Это есть расстройство. Так вот у верующего человека не может быть депрессии по одной простой причине. Потому что у него не может не быть надежды. Мы всегда верим на того, кто находится наверху. И Раби Нахман не зря говорил, что весь мир – это узкий мост. И главное не бояться. Да, надо понимать, что испытания будут. Они встроены, вмонтированы в нашу жизнь. Но вот это бесстрашие основано на том, что мы не одни, что нас ведет Всевышний. И в любом случае он готовит нам правильный и лучший путь. Да, мы не понимаем, почему так. Но он то понимает. Надо положиться на него и идти, стараться без страха, принимая все происходящее с благодарностью, надеждой, относиться ко всему как к испытаниям, стараясь использовать их для продвижения к цели. Вообще обратите внимание, что вот в уйдаизме все как-то немножко иначе. Сила, которая во всем мире понятна, что это там. Штангу поднять. Это контроль над своими искушениями, а не физическая какая-то. Мудрость – это желание учиться у другого. Богатство – это способность радоваться тому, что у тебя есть, а не какие-то огромные накопления. Почет – это уважение другими людьми. Говорит и идаизм. Можно говорить, у меня не хватает, разговаривая с Богом, у меня болит, жаловаться немножко. Или у меня не получается. Но надо менять все это местами. Надо ставить все. Теперь это цель. Я хочу выздороветь, я хочу сделать, я хочу добиться. То есть повернуть проблему, не сидеть вот это вот без конца. И надо понимать, нам нечего стыдиться, если у нас что-то получается. Любым людям присуща ошибка. Даже самые великие нам специально описывают, что-то вожди и пророки не обошлись без них. Бог не требует от нас непогрешимости. Он хочет, чтобы мы стыдились, что надо потом стыдиться, раскаиваться, исправлять и улыбаясь идти вперед. Вера – это когда все принимают в радости. Так сказано в самых худрых книгах. Плохали грусть? Хазистское учение, например, проводит реальное различие между двумя типами печали. Не сверут конструктивная горечь и отцвут. Отцвут – это деструктивное уныние. Мерерут – это страдание от того, что недостаточно исправленные недостатки, беспокойство по их поводу, неправильные поступки какие-то из беспокойства, из-за упущенных возможностей беспокойства. Спокойное беспокойство. А отцвут – это страдание от того, что кто-то отчаялся в себе, в твоих близких, где меланхолия такая. Мерерут – это трамплин для самосовершенствования, да? А отцвут – это бездонная пропасть. Вот вся разница. А чем отличается от другого? Первый из них активен, второй пассивен. Первый плачет, глаза второго сухие. Ум и сердце первого находятся в смятении, а у второго апатия, бездвиженность. И вот это вот нельзя допускать второе. А что происходит, когда человек все-таки действует и выходит из своей печали? Он решать начинает, планировать, делать первые шаги там, исправлять причины своего горя. А второе, второе, он просто ничего не делает. В Заре сказано, иди, иди. Самая каббалистическая, великая книга нашего иудаизма. Если у человека святое, ясное лицо, ответит ему святое тем же самым. Если человек все время грустный, так и ответит ему Бог. Грусть здесь зло, и ее Всевышний ненавидит сказанного Рабина. Поэтому улыбаемся, идем вперед. Браховая слуха.